Это программа День с толком в студии Елены Макаренко. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Прогнозы неутешительные. В Аби, в районе Барнаула, за сутки уровень воды поднялся на 9 сантиметров. Теперь точно в отставке. В правительстве края прокомментировали скандальную ситуацию с бывшим вице-премьером губернатора. Дошли до финала и попали в историю, как в аэропорту Барнаула встречали хоккеистов клуба «Скифы». В Бийском картинг-центре чуть заживо не сгорел ребенок. Как сообщает Следственный комитет по краю, инцидент произошел днем 18 мая. Десятилетний мальчик, управляя картингом, допустил столкновение с ограждением, в результате чего на нем загорелась одежда. Несовершеннолетний получил термический ожог тела и был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту проводится доследственная проверка. Заместитель председателя правительства Алтайского края Иван Кибардин отправлен в отставку. Исполняющим обязанности вице-премьера назначен Дмитрий Малыхин. Напомним, Лефортовский районный суд Москвы заключил Кибардина под стражу до 15 июля. По информации Банкфакса, экс-чиновника задержали в Москве якобы при получении взятки 18 миллионов рублей. Ситуацию сегодня прокомментировал губернатор края Виктор Томенко. Информация о сути дела доведена до меня органами безопасности. В предварительной постановке оно не связано с непосредственной деятельностью на посту зампреда краевого правительства и с какими-то процессами здесь, в Алтайском крае. По крайней мере, предварительно. Тем не менее, обвинения серьезные и улики заставляют нас предпринять определенные действия. Учитывая круг вопросов, которые Кибардин координировал и курировал, учитывая его должностное положение, конечно, это в определенной степени тень отбрасывает на все правительство и на всю региональную власть. Здесь нет вопросов. Принимаю это в первую очередь на себя. На 9 сантиметров за сутки поднялся уровень воды в Аби в районе Барнаула. На сегодняшнее утро он составил 508 сантиметров. По данным Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, максимальный уровень воды в реке может достигнуть 590 сантиметров. Готовность сил и средств к возможному подтоплению в барнаульском поселке Затон проверили накануне власти краевой столицы и спасатели. Передаю слово Татьяне Голубевой. Так выглядел Затон 7 июня 2014 года, когда вода в Аби у Барнаула поднялась до отметки в 7 метров 40 сантиметров. Это было максимальное значение за всю историю наблюдений. Сейчас поселок выглядит вот так. Вода прибывает потихоньку. На отметке уровень в 508 сантиметров. Подтопленных земельных участков нет. Чтобы это произошло, вода должна подняться до уровня в 560, говорят спасатели. А вот дома может начать подтапливать при 585 сантиметрах. К большой воде в Затоне готовятся. Есть насыпь, заключены все контракты, есть в запасе глина. Мы понимаем, какая техника будет нам помогать, если насыпь придется усиливать куда-то дополнительно, что-то подвозить. У нас сформирована автобусная группа. Это в части организации эвакуации. Мы отработали с речниками. У нас есть понимание, на чем людей эвакуировать. По данным главы города, в Затоне сейчас живут 2200 человек. Власти готовы при необходимости развернуть пункт временного размещения. Позаботились и о том, чем кормить и лечить людей, если понадобится. Сформирован месячный запас лекарств. Вячеслав Франк попросил жителей Затона тоже быть готовыми к паводку. Не игнорировать информацию у властей. В поселке установлены 5 информационных стендов. О росте или снижении уровня воды сообщают в ежедневном режиме. Если придет такая необходимость эвакуироваться, ну, надо исполнять. Власти, поселка, районы и города вместе со спасателями проверили состояние понтонного моста. Сегодня это единственная дорога до Затона. Объездной путь на остров Шубинский закрыт. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ситуация в Затоне может ухудшиться. Обещают дожди. Планируем уже во вторник выставить сюда оперативную группу города. Также направить сюда спасательный пост спасателей и подключить пожарную часть. И со вторника, со среды, начнем уже работать по населению, проводить подворовые обходы, смотреть, какую необходимо оказать помощь. Следить за ситуацией в Затоне в ежедневном режиме будут порядка 15 спасателей. При подъеме воды до 560 сантиметров, людям уже будут предлагать эвакуироваться из Затона. Напомню, по предварительным данным, уровень воды в Абии может достигнуть максимальной отметки в 590 сантиметров. На данный момент он добрался до 508. Татьяна Голови, Вадим Столком. А тем временем большая вода обрушилась на соседнюю республику Алтай. Подписчики в социальных сетях делятся кадрами с подтопленных территорий. Уровень воды высокий в Катоне в районе Скалы и Зубы Дракона. Прибывает стихия и на Телецкое озеро. А в Усть-Коксинском районе вода в реках поднялась настолько, что затопила поля. Подписчики в комментариях восхищаются шикарными видами. К другим темам. В Тольменском районе под грузовым поездом погибла 65-летняя женщина. Трагедия произошла сегодня на железнодорожной станции. По предварительным данным, местная жительница пыталась пересечь железную дорогу под вагоном грузового поезда. В этот момент состав начал движение. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ну а теперь к более позитивной новости. Сегодня утром хоккеисты клуба «Скифы» вернулись домой после всероссийского турнира «Кубок Третьяка». Он проходил в республике Коми, где на льду сошлись 12 лучших команд России. Уверенно, пройдя групповой этап, команда из поселка Новый Зори встретилась в финале с московской командой «Красная машина». Как завершился финал и какие планы у команды, расскажем далее. Вообще, нам было бы интересно быть призер. Ну, то есть, это первое, второе, третье место. Сказано, сделано. Эти кадры мы снимали еще в апреле, когда «Скифы» играли товарищеский матч с московским «Спартаком». И только готовились к выезду в Ухту на «Кубок Третьяка». Туда приехало 12 лучших команд России. Наш клуб из поселка Новый Зори получил путевку благодаря выигранному Кубку Сибирьского федерального округа. А так, ранним утром с «Кифа» встречали их главные болельщики – родители и сестры. Их хоккеисты радовали каждый матч. Команда из поселка Новый Зори без поражений прошла групповой этап, сметая соперников со счетом 13-2 или даже 24-2. Родственники не пропускали ни одного матча. Очень сильно переживали такой турнир в первый раз для Алтайского края. Это вообще очень здорово, не каждый туда может попасть. Все семьей смотрели, болели, переживали. За каждую игру сильно переживала, особенно за последнюю, финальную, за первое место. Первое место в группе позволило «Кифам» попасть в главный матч турнира. В соперниках мощная московская команда «Красная машина». В золотом поединке успех был на стороне москвичей. Они выиграли 8-1. С кем была самая сложная игра? С «Красной машиной». Почему? Ну, они играли в пас, возвращались назад и выполняли установку тренера. «Кифы» уже попали в историю. Как первая команда из Алтайского края, которая приняла участие в Кубке Третьяка, еще и дошла до финала. А также дали понять всей России, что играть в хоккей можно в любом месте, даже если ваша арена стоит в обычном поле. Еще очень много работы и тренерской, и, наверное, подготовки самих ребят морально ко всему, потому что морально всегда играет большую роль. Они, когда видят эти майки, начинают волноваться, потому что мы команда с поселка так привыкли. Я думаю, это хороший результат. Сегодня у команды отдых, а уже завтра вновь на лед. Тренировки по расписанию в планах съездить на сборы в Горноалтай. Что касается глобальных планов, это участие в первенстве Москвы. А когда парням стухнет по 16 лет, возможно, участие в молодежной хоккейной лиге. Про «Скифов» еще услышит вся Россия. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Голубая дама, мастер-классы и концерты. Накануне в регионе прошло одно из главных культурных событий – музейная ночь. Она объединила больше 45 тысяч жителей края. Чем на этот раз музеи удивляли барнаульцев, знает моя коллега Мария Костылева. Город не засыпает и музеи открываются. В этом году Ночь музеев объединила десятки культурных локаций. Барнаульцы могли познакомиться не только с культурой своего региона, но и других стран. Всего за одну ночь освоить ремесло – запросто. Каждый барнаулец, независимо от возраста, бесплатно мог поучаствовать в мастер-классе. Плюсов много. Новые умения, занятия бесплатные. В поляне в шерсти делаю брошку для жены. Из джинсовой ткани вот такие перышки мы делаем. А еще в эту ночь студенты Института культуры оживили городскую легенду. Посмотреть постановку «Голубую даму» мог каждый желающий. Молодые актеры готовились и много работали над собой. Зрителям понравилось. Через переживания. Очень тяжело вживаться в роль, когда характер тебе не свойственен. Мы играем «Голубых дам». Мы играем «Голубых дам». Это души «Голубых дам». Так в краевой столице в культурную ночь не спали почти полсотни разных музеев – городские, частные, ведомственные, школьные и другие. В этом году мероприятие приурочили к Международному дню музеев – 79-й годовщине Победы, десятилетию детства, 70-летию со дня освоения целинных и залежных земель и 150-летию Николая Рериха. Большая часть площадок работала бесплатно. Всего же в Алтайском крае участниками музейной ночи стали 45 тысяч человек. Мария Кострио, Владислав Ковалев. День с толком. Вернемся к теме спорта. Впервые около тысячи человек приняли участие во всероссийском старте «Забег РФ» в Барнауле. Одновременно старт полумарафону был дан еще в десятках российских городов. Дистанции предлагались разные – 1, 5, 10 и 21 километр. Каждый спортсмен получил фирменную футболку, а после завершения дистанции – медаль. Кстати, первым на самой длинной дистанции прибыл старший преподаватель кафедры физической подготовки Барнаульского юридического института МВД России Виталий Пивоваров. Его время – 1 час 11 минут 11 секунд. Отличились и журналисты в эти выходные. Впервые в истории региона на киберспортивной площадке встретились журналисты «Алтай» и хоккеисты «Динамо Алтай». Объединила парней известная игра «КС Гоу». Киберматч прошел в одном из компьютерных залов города в формате 5 на 5. В команде журналистов «Алтая» был и наш спортивный корреспондент Дмитрий Дроздов, а также представитель «Катунь-24» пресс-службы «Динамо Барнаул» и местного УФСИН. По итогам трех карт пишущая братья выиграла 2-1. Нашли достойных соперников. В общем, все классно. Проиграли маленько только. Борьба чувствовалась, потому что одну карту мы выиграли, одну они. Но у них есть четко выраженный лидер. Кстати, помимо киберспорта, корреспонденты регулярно участвуют в футбольных турнирах. Пробуют себя в теннисе, на рудах, бадминтоне, гребле и других различных видах спорта. Ликвидация огня и оказание первой медицинской помощи. В этом году на масштабные краевые соревнования «Школа безопасности» приехали дети со всего Алтайского края. Подробнее о зрелищном и, главное, полезном мероприятии в репортаже Валентины Аскеровой. Краевые соревнования «Школа безопасности» начались с минуты молчания. Участники, гости, организаторы почтили память погибшего при выполнении боевой задачи барнаульского учителя ОБЖ Андрея Валиева. Далее официальный старт соревнованиям и военно-патриотический концерт с участием юных и талантливых музыкантов. «Школа безопасности» прошла на базе краевого спасательного отряда. Десять команд со всего региона боролись за звание «Лучший» в нескольких номинациях – силовых упражнениях, поисково-спасательных работах, пожарной эстафете. «Развертывание рукавов, тушение огня, вязание пожарно-спасательные петли и перепрыгивание через барьер». Команда молодежного крыла Народного фронта провела для участников состязаний мастер-класс. Ребята познакомились с основами тактической медицины, отработали навыки самопомощи при травмах. «А также проведется мастер-класс по изготовлению сухого душа, и мы напишем письма для бойцов СВО, которые отправятся в зону специальной военной операции». Вся помощь, которую собрали на соревнованиях, вошла в состав очередного гуманитарного транша. «Уже в понедельник отсюда же с базы ГОИЧС отправится фура на белгородское направление, куда мы бережно сложим все письма для наших военнослужащих и все то, что приготовили ребята». По итогам трехдневной борьбы Кубок Победителя остался в Барнауле. Его завоевали ученики 50-й школы, а серебро и бронза уехали в Верхкатунской и Павловский район. Валентина Аскерова «День с толком». Почти бродвейский мюзикл появился в репертуаре театра драмы. Премьера спектакля «Сильвия» состоялась накануне. Лирическую комедию поставил уже известный барнаульцам режиссер Николай Реутов. О чем постановка и кто ее главная героиня, а главное, когда следующий показ, если вы пропустили премьеру, расскажет Татьяна Голубева. Сильвия – бездомная собака, которая пытается выжить на улицах Нью-Йорка. Главный герой спектакля Грег приводит животное домой. Тут-то и начинается борьба супруги и Сильвии за сердце хозяина. Собака в спектакле предстает красивой девушкой. Ее образы за время постановки часто меняются. Сильвия, когда она еще не обрела хозяина, когда она была еще уличной собакой. Сильвия, которая вдруг переходит в новый статус, когда она становится домашней собакой, когда у нее появляется хозяин. Собака, которая влюблена, собака, которая становится старше, собака, которая становится еще более-более домашней. Режиссер Сильвии Николай Реутов уже известен барнаумской публике. Он ставил антигону и был хореографом интуиции. Новый спектакль хотел сделать танцевальным, но в итоге нашли компромисс. Здесь достаточно и актерской игры, и почти бродвейских танцев. Николай поделился некоторыми деталями работы над пьесой Герни. Она происходит не так, ой, давай с тобой придумаем Голливуд, чтобы, ой, давай с тобой бродвей, чтобы это было. Нет, оно происходит, слушай, надо чем-нибудь такое, знаешь, клетки или столбы. Что будет у нас, клетки или столбы? Хотелось клетки, не получилось, очень много металла хранить негде. А давай столбы, будет легко, воздушно, свободно и будет то, что нужно. Все, остались столбы. Конкурировать с музыкальным театром не собирались, но все же танцев и пластики в спектакле много. Следующий показ «Сильвии» в драме 5 июня. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев, День с толком. И на этом у меня все новости. Напомню, для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова